Каждый год для любой организации ставит свои задачи, определяет приоритеты, не стало исключением и ушедшее пятилетие для Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста. Сложностей и трудностей было достаточно, но со всем справлялись, находя поддержку друг у друга и таких же отчаянных добровольцев, как сами. Членов организации не стало меньше, но то, что количество переросло в еще большее качество, говорят те дела, те мероприятия, которые проходят с участием и по инициативе краснокрестовцев. Они, выполняя свои функции на общественных началах, ведут работу, которая заслуживает огромной благодарности и уважения. Тот, который работает на этой должности, он должен любить людей, любить человеческое достоинство и также, чтобы у него было желание помогать другим. В основном первичные организации возглавляют председатели на общественных началах. И мне бы, конечно, хотелось им сказать огромное спасибо, потому что в ущерб своего личного времени они делают вот это хорошее дело, помогают людям. Во многом и для многих Брестская городская организация является своеобразным флагманом, на который нужно равняться. Вся деятельность членов Красного Креста Брещена была направлена в истекшем периоде на оказание содействия людям, нуждающимся в поддержке. Детям, пожилым людям, больным и попавшим в беду многочисленные акции, которые были проведены во всех уголках областного центра, запомнились и нашли свое продолжение. А также, что немаловажно, привлекли в ряды Красного Креста новых людей, волонтеров. Их инициативы, новые проекты завоевывают признание не только на земле Берестейской, с них берут пример, их распространяют, перенимают опыт. А духовным родителям, инициаторам всех мероприятий, руководителем организации уже многие годы является Анина Саваневская, знающая свое дело, умеющая зажечь своими идеями других. Знаете, как бывает, вот долго человек работает, он привыкает, уже как-то адаптируется ко всем, не видит проблем, возможно, не видит каких-то недостатков. Это не относится к Нине Владимировне Саваневской. У нее все горит, действительно, у нее все движется, все работает, все ее дела видны. Я думаю, что сегодняшняя конференция, она тоже своеобразный такой отчет о работе за пять лет. Это не первый ее отчет, она, конечно, очень волнуется, как все очень такие настоящие руководители. Я думаю, что она сегодня лишний раз или снова в очередной раз покажет вот эту свою работу, работу не только свою, работу волонтеров, работу в целом и первичных организаций. Красный Крест – это благотворительная организация, и мы реализуем программы социальные, медицинские, направленные на облегчение жизни и здоровья человека, оказание помощи людям, оказавшимся в беде, и также в военных конфликтах. Я думаю, что это очень важно. Мы, конечно, всем помочь не можем, но хоть кому-то сделаешь доброе дело и становится на душе хорошо. Благотворительные акции и миротворческие дела, оказание помощи на дому, постоянные рейды в больницы. Довольно популярна среди членов Красного Креста профилактическая деятельность. Каждое мероприятие проводится с великой долей энтузиазма, с выдумкой и, главное, с желанием, поскольку без него желание сделать ничего невозможно. Брестские волонтеры – это гордость организации. Их инициативы – пример для подражания. Волонтерское движение помогает нашему колледжу обучать детей общению, умению строить отношения с любыми людьми, находить компромиссные решения. Во-вторых, они, кроме того, что оказывают благотворительные услуги, они еще занимаются образовательным волонтерством, поэтому это обучает, наверное, умению самостоятельно подходить к сложным ситуациям. Красный Крест – это настолько добрая, чистая организация, которая, по-моему, она помогает всему миру, всем людям. И вот, как в Доме ветеранов живет старость, она действительно нуждается в такой помощи, в таком внимании. И вот именно Красный Крест нам дает это внимание. Мы с радостью ждем в гости наших волонтеров. Мы подружились, нас поздравляют, к нам приходят в гости, нам проводят концерты, поздравляют с юбилеями. Одним словом, мы работаем в одной связке. Что может и должно измениться в новом периоде работы? В целом, направления деятельности, заложенные много лет назад, остаются прежними, с некоторыми доработками, согласно новой стратегии. Но милосердие, доброе отношение к людям и понимание их проблем остается главным. Эти принципы были, есть и будут. В этом суть самого общества Красного Креста, уверена Нина Саваневская, которая избрана председателем организации на новый пятилетний период. Будем стараться помогать людям. Я думаю, что вновь избранный руководящий состав будет продолжать наше дело и стараться чем больше помогать людям и заботиться о людях.